Было уже ждать появления данного героя, непонятно. Посмотрим, пропрет команду Вичи Гейминг или не пропрет. Сможет ли здесь Нейчис Профит за Адмирал бульдожить команду Эмпайр? Пока что неизвестно, но узнаем чуть-чуть попозже. На данный момент, по пику. Давайте разберемся, и очень удачно у нас пауза. Да, у меня есть власть перекручивать этот матч, но этим заниматься я не буду. Давайте у нас как раз это время есть и потратим его на анализ того, что там напикали команды. Эмпайр. Забрали себе Бистмастера для Резолюшена. Две игры в финале в сетке венеров, когда Резолюшен был на Бистмастере, закончились плюсом для команды Эмпайр. Поэтому в гранд-финале они здесь и начинали с 1-0 в пользу свою. Always Wanna Fly. На Shadow Demone Йоку забирает себе Сент Кинга, Алоха Дэнс на Дезрапторе. И Сайлент берет себе Свена со стороны команды Вичи Гейминг. Так, Чен Лесной берет его Финрир. Ice 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 забирает себе Нэчерс Профит, а это Флейн Нэчерс Профит. Фантом Лансер для Хао. От команды Вичи Гейминг супер. Берет себе Квапу на Медлайн, ну и Флай на Винге будет саппортить. В принципе, комба рабочая хорошая у команды Вичи Гейминг. Есть чем драться в любой из периодов. Матч Афинрир хорош поначалу. Берешь кого-нибудь из леса, идешь пушить или идешь встанеть и убивать. Или просто идешь убивать. Или идешь встанеть и пушить, если без головы вообще. Ну, тем не менее. Чен хорош сам по себе на ранних этапах. То есть Теоли Гейминг, по идее, Вичи Гейминг терпеть не должны. Лейта. Очень крутая Фантом Лансер. Плюс Нейчерс Профит, который просто не слезет с командой Эмпайр, если дадут возможность. Со стороны команды Эмпайр. В принципе, мидгейм за Бестмастером и Сент Кингом здесь, безусловно. Ну, конечно же, Алоха Дэнс на Дизрапторе. Конечно же, Шадоу Демон в любой части игры полезен. Ну и Лейта. Лейта на Свене. Лейта на Свене. Главное дать пространство. Главное дать пространство Сайленту для фарма. А там, в принципе, Сайлент уже с иллюзиями Фантом Лансера должен разбираться. Ну что, сильно долго. Давайте немножко перемотаем. Есть такая возможность. Давайте мотать. Все. Отжимают паузу. Ну что, пожелаем командам удачи. 2-0 на данный момент. Эмпайр выигрывает у Вичи Гейминг. Последний матч, возможно, в этой серии. Если Эмпайр все-таки одержит победу. И Вичи Гейминг со счетом 3-0 могут слиться. Но это было бы даже не серьезно. Вичи Гейминг грознейший соперник. Наверное, сильнейший из современных, которые мог Эмпайр достаться. Пока что Эмпайр как-то не замечают. Как-то не самый сильный, оказывается. То ли Эмпайр у нас сильнейший коллектив в мире. Ладно, не буду червить. Тут сильно не буду каркать. Все-таки у нас впереди огромнейший ивент. В котором пожелаем удачи, безусловно, не Вичи Гейминг, а Империи. Да и в этом матче тоже было бы неплохо. Ну что, встреча готовится. Алоха Дэнс. Видит Фай. Фай быстрее в кусты. Алоха Дэнс. Глим скачает. Возвращает Фай. Прям в толпу. Стан пошел от Сайлент. Фай наполовину ХП просит. Да, это Алоха Дэнс тоже на Алоха П. Фай умирает у нас в итоге на ФБ. Деняет у нас Дизраптора. Причем Свен Деняет у нас Дизраптора. Дальше за Хао. Лучше на Флайн на Лоу ХП. Не успевает себя спрятать в Дизрапшн. И Хао на Лоу ХП. И Айс на Лоу ХП. И все на Лоу ХП. Но маны просто нет. Йоку лишнее уже себе позволил. Йоку отправляется в таверну. В итоге Вичи Гейминг дерутся 1-3. Вроде так классно начали. Сайлент умудрился заденять. Заденять своего тиммейта. Заденил он Дизраптора. Но по итогу слились все, кто только мог. По итогу вообще этого файта по сути 2 в 1 подрались. Вичи Гейминг забрали 2 фрага. Но ФБ забрали Эмпайр. Поэтому есть все варианты предполагать, что они не сильно просели по голде. Подкоп пошел у нас по Хао. Иди сюда Хао. Хао отправляется в таверну. Йоку на Лоу ХП. Стопит его неплохо. Айс, айс, айс. И еще минус 1 фраг для команды Вичи Гейминг. Начало 2-4. Круто. Круто, интересно, здорово, живо. Хорошо, приятного всем просмотра. Для всех, кто там в чате, игру официально стример не смотрел. Не смотрел в тот момент, не смотрел до этого. Поэтому игру комментирую заново. Комментирую, ну, впервые точнее, а не заново. Это, в принципе, повторная игра. Игра, которая уже была 10-го числа. То есть мы смотрим реплей из Дота ТВ и в лайв-режиме комментируем. Поэтому что там будет, понятия не имею. Как кто файтится, тоже не знаю будет. Ну, чтобы не были поддельные здесь эмоции. Топим за Эмпайр в любом случае. Знаю, что Эмпайр в итоге выиграли этот ивент. Об этом знают все. У кого не самые ленивые пальцы, которые в гугле хоть что-то там прочекали, прошарили. Ну, или вообще следят за Дота ТВ жизнью. Но как Эмпайр шли к этой победе, понятия не имею. Пока что они 2-0 выигрывают. Йоку на сложной линии. На Сент-Кинге в Соло пока что против Хао. Фуай занимается отводами. В это время фармит Фенрир на Чене. В сложной линии стоит Айс-Айс-Айс на Нейчерс Профите. 1-0 идет у нас уже Нейчерс Профит. Есть все предпосылки для того, чтобы неплохо себя чувствовать. Сайлент в том диком файте, когда 4-2 все закончилось до выхода крипов, не умирал. И это безусловный плюс для команды Эмпайр. По голде Вичи Гейминг 500+. По экспириенсу 500+, тоже коллектив Вичи Гейминг. Фенрир пытался сохранить руну для своего мидлейнера. В итоге Супер остался без руны, потому что уже близко подошел Йоку. И Йоку ни с чем отходит у нас на собственный лайн. У Йоку 1-2 счет. Одного убил. Два раза уже умер. Сэнд Кинг тут мастер вообще был нафидить в том файте. Йоку лишний себе позволил и умудрился врываться под Т2. До выхода крипов многовато. В принципе для Сэнд Кинга, у которого дефа практически нет, а ХП подавно. Вот, поэтому, да. Тут главный по фиду сейчас оказался Йоку. Сэнд Сторм прокачан в два. Барроу Страйку Сэнд Кинга прокачан в один. Сэнд Сторм только сейчас Йоку докачал. На двоечку. И понимает, что вижена у команды Вичи Гейминг здесь нет. Венга варды не купила. Синенькие сентри здесь. Нет у команды Вичи Гейминг, значит Йоку может смело прятаться в Сэнд Сторм по возможности. По нижнему лайну, как там дела? Сайлент 17 на 7 у него фарм. У Хау в это время 18 на 14, даже 19. Фейнриер 16 на 0 не считается. Это все лес. 15-11. Супер на медлейне. Резолюшн по фарму проседает. Резолюшн по фарму 7-1. Ну не просто стоять против Квапы. Резолюшну полегче даже было, наверное, против Шторма стоять. Как было в первой игре в финале Венеров. Или против СФ. Но Квапа тут доставучая до ужаса. Этот Шадоустрайк постоянный, Скрим оф Пейн. И монопул огромный у Квапы. То есть всего хватает, всего предостаточно. Поэтому близко подходить к Резолюшну нельзя. С километра отбрасываться топорами. Все, что может себе позволить Резолюшн. Отсюда и такой Крипстат. Если Na'Vi не пройдут квалы, то скорее всего расформируют состав. Я так понимаю, это инсайдерская информация. Да, это у нас мистер-знаток Na'Vi. Хоть давай источник информации, если уже пишешь данные вещи. Это как-то будет по-честному, чтобы мы знали, кто это говорил. Потому что в итоге окажется, что это какой-то комментатор в какой-то студии, в каком-то из матчей, которые не касаются вообще данного топика. И переполошил тут народ у нас в панике, что арт-стайла убьют из состава Na'Vi. FY, дальше за Always Wanna Fly. Хао тоже здесь. В принципе, Always Wanna Fly могут и поймать. Пошел ланс спин Always Wanna Fly. FY даже станет не стал, просто наорал. И теперь можно было дать стан. Йоку уже здесь. Уже здесь. И, кстати, Фенрир со своими зверятками уже на Т1. Скорее всего, Тауэр заберут. Да, Тауэр у нас отваливается. Чен забирает себе вышку первую. И первый Тауэр для команды Вичи Гейминг. 5 минут сыграно. По голде Вичи выигрывают 1000. По экспириенсу тоже 1000 для Вичи Гейминг. Йоку пришел фармить. У Йоку все хорошо получается. Сэндсторм третьего левела. Крипы мрут исключительно для него. Йоку тут, в принципе, по фарму без проблем. Алоха Дэнс на лоу ХП. Сайлент. Юзает Варкрай. Быстрее отсюда бежать. У Сайлента есть стан. Он, наверное, не успеет произвать у нас в итоге стан Сайлент. 2-6 счет. Вичи Гейминг 2 фрага делает в этом файте. Зарабатывает 88 экспы. О, ужас. И... Так, я не понял. За Свена вообще файтрекап не показал. Ни золота, ни экспириенс. Значит, это все фейковая инфа. Такая же фейковая, как и про Нави, по-моему, да, была у нас в чате. Состав Нави сейчас. Скалышется на Володьске. Ладно, хорошо, я понял. Инфа сотка. На мидлейне. Супер. Уже с мульталисманом есть ПТ у Супера. У Резолюшена дела похуже. У Резолюшена просто есть Боттл. Бутс оф спид. Больше пока ничего. Ну и Сайлент внизу пока что без проблем. 36, даже 38 на 16 для Свена. Он первый по крипстату. Немножко отстает от него Хау. Давайте переключаться на Нетворс. По Нетворсу Хау 2,950. У Сайлента на 500 голды меньше. Свен тут немножко похуже. Ну, у Сайлента 1,1,2. Тут, в принципе, плюс 1 килл еще для Фантом Лансера. Имеется. И плюс снесенный тавр. Поэтому, разумеется, побольше должно быть у Хау, чем у Свена. Айс 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 Айс, в свою очередь. 4 на 3 крипстат. Нейчерс Профит. Сложная линия. Огромный рейндж атаки. Нормальный дэмэдж с руки. И Айс 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 Айс. С счетом 5-3. Ушел бы уже в лес. Не позорился Айс. Айс, конечно, не блещет вообще в данном противостоянии. Конкретно между Империей и Вичи Гейминг. Загоняют его то на Клоке, то на Фурионе в данном случае. Да на ком угодно. На Тайт Хантере у нас с Айс Айс Айс. Кривой-прикривой был. Хотя до этого, может, просто соперники были послабее, конечно. Но Айс 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 прям удивлял. И все у него хорошо получалось. И все у него правильно. И все у него в точку по таймингу. Все было великолепно. Теперь, конечно, Айс смотрится просто в якорном стиле для команды Эмпайр. Always on a Fly видят. Нарал на него и файд. Доппергангер дальше от Хао. И выйдет у нас Фантом Ланс. Always on a Fly. Надо бы отсюда уйти. Ну, куда ты уйдешь? Понятно. Always on a Fly здесь отдается. Aloha Dance топится здесь и иллюзиями. Пошел Sonic Wave от Супера. Минус 2 уже делает команда Вичи Гейминг. Resolution орет на Fy. Минус Resolution. 3 в 0 дерется Вичи Гейминг. И забирают здесь в итоге Финрира. А может, не забирают Йоку за ним. Еще один удар. Финрир умирает от Йоку. Пока что файт 3 в 1. И 4 в 1 закачивается драка. Вичи Гейминг просто катком сносит команду Эмпайр. В этом файте. 4 в 1 файт. И плюс дополнительные бонусы для команды Вичи Гейминг. Вражеский лес. Крипы. Бери, фармь. Все, что хочешь. Все, что Айсу не додали, он забрал сейчас. Можно теперь идти на какую-нибудь линию. Попробовать что-то подспушить. По голде. Вичи Гейминг 3 500. По экспириенсу Вичи выигрывают 3 с половиной тоже. Queen of Pain. Опять внул талисман, видимо, идет. Супер. Покупает себе сирклет. Но пока больше ничего не приобретает. Ну, возможно, с перепугу просто купил, чтобы где-то там не встрять. Или, может, во второй нул талисман думал выйти супер. А, подождите. Подождите, подождите. Это матчасть надо учить. Это же вот что. Это же сирклет для того, чтобы Magic Stick превратился в Magic Wand. Все. Это я немножечко... У меня диагноз 6.83 случился. Йоку уже имеет 8-й левел. У него 1400 на руках. Остается 850 до появления Даггера у Хао. 8-й левел есть. В принципе, немного остается до барабанов. По классике идет Phantom Lancer. Что там со Свеном? У Свена есть Power Threads, есть Mordip Mask у Сайлента. 8-й с копейками левел. И остается немного совсем... А именно 315 до появления Mask of Madness. Йоку в это время забирает Phantom Lancer. Без Эпицентра спокойненько руками развалили. А Лоха Дэнс тоже у нас до сих пор без статик шторма. Только 4-го левела. Ну, ладно. Не посмотрели, не посмотрели. На Лох ЭП здесь Always Wanna Fly. Always Wanna Fly попадается в таверну. В 3 раза больше убивает командовичи гейминг. 12 на 4. По голде они в плюсе 100%. Смотрим, насколько 5000 золота, 5000 экспириенс. Но ВГ давят. ВГ давят очень даже ощутимо. В принципе, зная возможность Сайлента комбетчить, есть все шансы на то, чтобы Эмпайр в итоге эту катку смогли вернуть в необходимое им русло. И Сайлент уже делал чудеса на Герокоптере. В принципе, Свен та же история. Сплэш есть, удар по всем есть, дэмэджа очень много. Бей не хочу просто. Райт клик. Так, Сайлента у нас в кустах загоняют. Сайлент, скорее всего, здесь умирает. Стан пошел от Сайлента. Варкрай от него. Подкоп от Йоку. Сайлент на лоу ХП. Ульта пошла от Чена. Но Йоку здесь остается. И Стан по нему. И Йоку. Выходит и Сент-Стармай. И что хорошего его здесь ожидало? Ничего. Куча кентавров, волков, медведей. Кому расскажи, с ума можно сойти вообще. Какое количество желающих было полакомиться Скорпионятиной. Да, минус 2 делает команда Вичи Гейминг. 12-ая минута. Уже 7000 Экспа. 7000 Золота, точнее. И 6000 Экспириенс. Тоже команда Вичи Гейминг. Фантом Лансер. От Хао. Уже должен нести себе барабаны. Да, летят барабаны. Мидас для Айса, Айса, Айса. По классике идет Нейчерс Профит. Хотя сейчас смотрится Фурион не алло вообще. Есть Бутс оф Спид. Есть Гловс оф Хейст. И который в итоге превратится у нас в Мидас. Может быть хорошо, что в лес не пошел Нейчерс Профит. Дал возможность выформить Чену необходимые артефакты. Есть уже Мека у Чена. Но с другой стороны Нейчерс Профит сам по себе выглядит совсем не алло. Совсем и файтится толком не получится. Так, подкоп от Йоку. И эпицентр туда же. Хао через Доппергангер на хайграунд. У Хао 100 хп пока еще живет. Минус 2 делает команда Эмпайр. И Статик Шторм под ноги. И Сайленд дорезает Супера. И вернется здесь через секунду Квапа. Есть ли чем ее ловить. Подкоп сразу же по таймингу от Йоку. Вот это я понимаю Йоку и Хао здесь ловят. И Хао у нас возвращается на место. Никакого ТП. Минус 5 делает команда Эмпайр на Рошане. И попахивает камбэком. Причем таким камбэком, который Вичи Гейминг на место у нас поставит. Минус 5 делают с учетом потерянного Эггиса. Нейчерс Профит даже не думал прилетать. Нафиг это надо Айс Айс Айсу. Пусть всякие Адмирал Бульдоги летают у нас в файтах. Я буду стоять фармить крипов вверху. Это дикость какая-то. Айс Айс Айс. Мда. Даже кабан смеется над Айс Айс Айсом. Ну, на самом деле плакать надо. Почему Нейчерс Профит даже ульту туда не запустил, непонятно. Ладно, не мое вообще дело. В итоге 3000 золота Вичи Гейминг теряет. По экспириенсу теряет больше 3. где-то по 4000 в одном единственном файте на 13-й минуте. Много. Действительно много. Ну, врыв от Йоку просто великолепный был. Сэнд Кинг залетел на ура. Подкоп под все... Ой, какая мерзость. Подкоп под всем... Под всем. Подкоп по всем. Эпицентр под всех. И в итоге команда Вичи Гейминг сложилась просто-напросто за пару секунд. И Хао там, бедняга, на хайграунде долго смотрел. Думал, может, пофайтится, может, нет. Надо было тэп-аут делать сразу же. Но остался в итоге Фантом Лансов. Ну что, готовы файтиться здесь. Стадик Шторм под ноги Айс Айс Айсу. Хэнд оф Гад пошел от Чена. Подхилили всех. Алоха Дэнс отсюда улетает. Алоха Дэнс на Дизрапторе просто дополнительный керри какой-то. Главный убийца вообще в прошлом матче в составе команды Эмпайр. На ранних минутах шел со счетом 7-0. Если я не ошибаюсь, пока его не поймали. Ну и здесь улетает из файта Йоку. У него есть Даггер, у него есть Солринг, у него есть Транквил Буци, у него есть Подкоп четвертый и четвертый Сэнд Сторм. И два Эпицентра. Еще один в плюсике, так понимаю, вкачан, да? Да. Почему бы нет никаких тебе пассивок? На кой пёс Энкингу пассивки, если он будет файтиться? Эфуай орет у нас на Скарпай. Здесь стоит Варта. Олвесона Флай прячет у нас в итоге Йоку. Бароустрайк через 5 секунд будет. Даггер через 8. По лесу пустили Орла. Прочекать как ситуация. В итоге Йоку вживает. Очень удачно Олвесона Флай здесь было. И по факту Йоку забрать не смогли. Ну и 5000 по голде. Вичи Гейминг по-прежнему в плюсе. По экспириенсу они выигрывают 3,5. Можно было и больше, и нужно было бы больше. Но Вичи Гейминг умудрились отдаться на Рошани в пятером. Вот вам и пожалуйста. ВГВ ходят на Т2. Крипы есть. И не только крипы здесь есть. Не только нейтралы, но еще даже скелетон Вариор. Это просто сумасшедшая жесть. F5 высвапывает у нас Хао. Пошел раскаст от Алоха Дэнса. F5 скорее всего здесь заберут. Хотя еще неплохо отковыривается F5. Улесона Флай на лоу ХП. Супер. Отправляет Улесона Флай в таверну. Алоха Дэнс в таверну. Кинетик Филд никуда вообще по суперу. Нечис Профит мертвый. Йоку врывается в толпу. Хао на лоу ХП. Нечис Профит в таверну. Винга в таверну. Но Йоку валить бы отсюда. Фантом Ланс в него. И Хао на лоу ХП. И за ним. И за ним эти Некра, которые не отпустят. В принципе у нас Хао. Еще один удар по Хао. Хао должен уходить в таверну. Да. Топорами забирает Резолюшн у нас в итоге Хао. И это минус 5. Это Тим Вай под командой Эмпайр. Да что за файт-рекапы деланные, а? Юль. Жесть просто. Файт-рекапы издеваются надо мной. Ладно, будем общие графики смотреть. Минус 5 делает команда. Эмпайр это Тим Вайп в их исполнении. И по золоту они должны здесь отыграть все, что проигрывали. По Экспе уже вы видите. В принципе графики стремятся к нулю. По Галде с 5 с копейками спустились до 2,5-3. В принципе сейчас реализовать преимущество в какой-то тавер. И можно будет файтиться. Не стоит забывать, что команда Вичи Гейминг снесла всю Т1 линию команды Эмпайр. У команды Эмпайр есть Бисмастер с третьими Некрами, с четвертым Кабаном. У команды Эмпайр есть Свен, который с руки бьет. Ой-ой-ой, как много. Поэтому тавера тоже складываться будут от команды Империя достаточно быстро. Но для этого необходимо просто пойти в контрнаступление. Пока что Вичи Гейминг выигрывают, но вы понимаете, эти три тавера если падают, то 2,5 тысячи золота. Это ничего, собственно. Эмпайр это все отыграет. Под смоком команда Эмпайр. На нижней руне. Проблема Империи в том, что сейчас они не формят, но я вижу, что вкус крови вроде как Эмпайр почувствовали. Поэтому хотят вытащить Вичи Гейминг на еще один файт. Ну и посудите сами, файтиться в команде Вичи Гейминг сейчас нечем. Артефактов на дэмэдж у Фантом Лансера минимум. Диффуза до сих пор не появились. Это диффузов еще собирать и собирать. Еще тысяча голды необходимо. Вот, поэтому если сейчас без диффузов навязать драку, Хаоу там по сути не вывезет. А у Империи уже есть все необходимое. Есть Гадс Рейндж 2-го левела, есть БКБ плюс Маск оф Мэддес. БКБ только-только прилетает у нас с Вену. Где-то, кстати, на Эншентах. Есть 2-го левела Эпицентр у Сэнд Кинга. Есть 2-й Крик у Бестмастера. Есть 3-й Некран. Ну, все есть для команды Эмпайр. Надо файты чем чаще, тем лучше. Для этого надо пушить. Надо пушить, потому что придет команда Вичи Гейминг дефать. А здесь на живца поймает их команда Эмпайр. Ну, Вичи Гейминг сами не дураки. В принципе, пошли в контрнаступление. По низу в это время пушит у нас Фурион. Я думаю, что мы увидим с вами Аганим на Фурионе. Для того-то, наверное, Айс 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 и Пикклса, чтобы замучить просто... Замучить пушем команду Эмпайр. Пока не очень получается, но пока и Аганима, по сути, нет. Чем тут пушить? Ну, появляются Некра. У Айс Айс Айса 1-го левела. Смотрим на Бестмастера. У Бестмастера 3-го левела Некра еще и 1000 сверху. Это Резолюшн. Резолюшн на 3-й Нетворс на карте. Всего ничего. Чего тут 500 голды отстает от Супера на Квапе? Так, Некра моментально прожимает Резолюшн. Пошли Некра бить Супера. Убивай Некров. Квапа у нас убивает Некров и разваливается от Некров. Как стыдно не знать таких элементарных вещей. Супер. Что-то супер вообще не супер. Последние две игры. Убил Некров и отправился в таверну. В итоге Резолюшн, по-моему, до своей смерти забрал Квапу. Да, все верно. Винга вообще забрала у нас Бисмастера. Винге можно подарить Мега Килл Стрик. Некритично. Потому что Винга у нас тут вообще всю игру играет не в команде Вичи Гейминг, а в команде Бичи Гейминг. Тут просто денег никаких у Винги. Никакой возможности где-то выйти в серьезные оппоненты. Но такая Винга. Она всегда высвапывает кого-то. Всегда. То есть Винга независимо от того, в какой она команде, всегда играет за Бичи Гейминг. Выслапнула, умерла. Выслапнула, умерла. Выслапнула, умерла. И так повторить до конца игры. Так что подарите Мега Килл Стрик. Ну, на самом деле, даже такая некая благотворительность от Резолюшн. Алоха Денс. Забирает Нейчерс Профита. Понятно, не без помощи Свена. Свен тут свое дело знает. Свен расковырял под Гад Стрэнджем. Свен, по-моему, еще к тому моменту был. Плюс БКБ, плюс Маск оф Мэднес. Валет Сайлент на ура. Вичи Гейминг начинают проседать по золоту. 2 500 для них. По XP уже Эмпайр чуть-чуть, вы не видите, но здесь плюсик есть. 40 270 Эмпайра, 40 230 для команды Вичи Гейминг. Зиоку подошел, подковырнул Тауэр, забрал себе. Стоял Резолюшн, месил его, стояли кабаны, месил... Ох, какой дичайший кабан он. Просто... И не поймешь, что это... Ну, кабан это... Я, может, плохо разбираюсь в биологии, но это вроде как кабан. Лег. Нет, сам бы лег. Это называется кабан. Странно, что здесь тюлень, например, не скакал, или бабочка, например, летела бы. Ну, по голде. Вичи Гейминг продолжают свой путь к нолю. Уже 2000 они проигрывают, выигрывают по золоту, хотя до этого выигрывали 7500. И по экспириенсу уже скатились вниз и уступают команде Империя. Подкоп пошел у нас от Йоку. Пытались поймать Йоку. В итоге Йоку тут всех поймал. Сразу же Даггерау делает Йоку. У него есть Иул, у него есть Даггер. Алоха Дэнс подставляется. Минус Алоха Дэнс. Ну, один в один разменялись. Сайси-сайси отправили в таверну. Как много здесь всякой ерунды от Чена. Две совы, тролльник Роман, даже два тролля. Правда, ни одного кентавра. Это плюс для команды Империя. Что здесь совы делают и зачем они здесь, непонятно. Это несерьезно. Торнадо кастовать на сове. Это вообще жесть. Это для самых медленных файтов. То есть, чтобы сам по себе надамажил торнадо кого-то в файте. Ну, это просто какой-то дичайший слоу-мод должен быть. Подкоп пошел от Йоку. И Йоку тут вообще никого не жалуют. Сову пытаются забрать. Поднимают тролля. Ну, и тролля, скорее всего, отправят в таверну. Не, какую таверну. В никуда нас отправят тролля. Подкоп по троллю. Сэнд Сторм по нему же. И все, Йоку справился с одной из тварей Чена. Тролль отправляется в таверну. Остальные. Остальные где? Остальные где? Где они? Чен. Остальные пошли хилиться на базу, потом прилетят к Чену. Две совы и тролль. На самом деле, если бы не тролль, то абсолютно бесполезный стак нейтралов. Абсолютно. Вот теперь другая история. Кентавр захватчик для Чена. Можно и подстанить кого-то, и каст чего-нибудь, например. Эпицентра, если вдруг на месте Сэн Кинг решит его покастовать. Тоже будет плюсом. Вот, поэтому Кентавр поинтереснее, чем тролль выглядит. С другой стороны и сеткой можно... Ой, ладно, эти нейтралы достали уже. Айс-айс-айс у нас ловит Праймал Руород Резолюшена. Сюда же Некрономиконы. Ну и все. Бесмастер забирает. У нас Нечис Профита... Ай, Адмирал Бульдог кровавыми слезами плачет, если смотрит этот матч. Или смотрел тогда. Мне кажется, если смотрел тогда, наверное, до сих пор плачет. 1-4-10 идет Нечис Профит. У него вторые Некра. У него Хенд оф Медас. И у него Ринков Базилус. Что спушил Нечис Профит, вы меня спросите? Ничего, отвечу я вам. Ничегошеньки вообще. Если где-то появлялся на миде и бил с руки, то это хорошо. Ну что, у нас Хао ловит стан от Сайлента. БКБ от Сайлента. Мом от Сайлента. Айфай высвапывает у нас Сайлента. Доппергангер на хайграунд. И Хао должен догореть. 20 хп. Ну же. Давай, Хао. Покажи нам, как ты умираешь. Нет, Хао у нас в итоге выживает. Да. Хао на 30 хп выжил. Разорался здесь. Супер-супер подкоп от Йоку. Йоку убивает у нас Супера. Минус 3 делает команда Эмпайр. С учетом Нечис Профита никто не умирает. Здесь еще Хао продолжает гулять, но никто его уже поймать не может. Кстати, ТПшки нет у Хао. Йоку видел у нас Хао или не видел? Видел или не видел? Где, 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 где Вижен? Что это за такая команда Империя, которая ворды не ставит на собственном лесу, еще и на руне? Никакого Вижена. Хао никто не видит. Его Дикокрыл Потрошитель провожает, чтобы не так страшно было. Все, Хао пошел еще и пофайтиться с крипами. Все, быстрее отсюда лететь. Да, по итогу этого файта Эмпайр выигрывает. Тут, наверное, тысячи полторы по голде. По экспириенсу они уже пятерку введут на Двичи Гейминг. Дайер ставит начат. Субтитры сделал DimaTorzok Так, бессмастер у нас на топ-лейне Резолюшну никто не мешает Есть уже даггер, есть первые Тревела, некрономиконы В принципе резолюшн запакован и в дэмэдж Нормальный, и в файты, и ганки Все в принципе может, и подпушить тоже Вполне уверенно Может и резолюшн Сайлент уже с Дайдаусом Сайлента 1800 на руках БКБ есть у Свена, Мом есть у Свена Куча всего для Свена, Сайлент в принципе На ура запакован Ну и что И Дизраптор у нас От Алоха Дэнс тоже выглядит очень даже уверенно Да, не так ярко, как в прошлом матче Возвращает назад Хао Все под стадик штормом В Кенедик Филде Йоку полнейший вообще развал Хао Фуловый рассказ Топи Центра Все в одного несчастного Хао Хао отправляется в таверну Тут, конечно, взрывной волной Вингу зацепило Но она по сути не считается Дальше погоня за Финриром Поднимает его Йоку Подкоп идет по Финриру Даже не подкапывает Нет, не будет подкопа Йоку решил иначе поступить Дал Сайленту полностью Вкастовать все, что у Сайлента есть Развалили Сайлента беднягу Ой, точнее не Сайлента, а Финрира беднягу И Сайлент забирает этот фраг Резолюшн на топе 22.19 Камбэк отличнейший 7.500 То, о чем я говорил Камбэчит Сайлент на ура Либо это вертолетик Либо это Свен Без разницы Теперь у Сайлента Миллион дэмэджа Он бьет Таура Таура, кстати, очень жестко сыпется Все, Т3 развалили Варкрай пошел от Сайлента Удар по Суперу Крит на 1252 Сюда иди вообще Квапа Квапа в таверну Квапа моментально байбекается Готовы файтиться дальше Сайлента станет У Сайлента есть Аегис Но сейвите Это же как бы тиммейт ваш Как никак Ладно, глянем Здесь Йоку разбирает хау в соло В это время уходит у нас на БКБ Свен Старается, по крайней мере, нет ТП Резолюшн уже здесь Йоку Отправляется в таверну Сайлент в файа По горбу Венга отбрасывает Стан минус Сайлент 3 в 0 Дерется команда Вичи Гейминг Байбеки того стоили У нас даже Айс 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 По-моему, не умер в этом файте А это прям удивительно По хорошему Айсу Пойти бы сейчас сплит пушить Но у Айса нет Ничего На дэмэдж Ничего вообще Некрономиконы Это Хорошо Но они были проюзаны И проюзаны были здесь Поэтому Нейчерс Профит У нас ждет своего звездного часа Возможно, после 84 минуты Айс 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 На небосклоне доты Его звезда зажжется Но пока что Все это смотрится Ну, слегка убогенько Always Wanna Fly Ловит у нас Сайленс от Супера Сразу же в Гост Волк И туда же Соник Вейв от Супера Под статик штормом В итоге у нас стоит Супер Бить некому Ало Хаден Стак На всякий случай Урдов Шадоус повесил На Квапу Квапа улетает на базу Забрали в итоге Одного Вейфуая Правда, потеряли Шадоу Демона В этом файте Always Wanna Fly Отправился в Таверну Подстопил Неплохо В принципе, фенерирую своих оппонентов Йоку Уже с фейлой в Дискорд Пойнт Бустер есть Для Сэн Кинга Готовится выйти в Аганим Сколько же там Дэмэджа будет от Йоку Уже полторы тысячи На руках есть для Сэн Кинга Осталось еще полторы И можно Будет с Аганимом чудеса творить Хао На лоу ХП Хао отправляется в Таверну Сайлент бьет просто Как сумасшедший У Сайлента с руки Сейчас 500 Плюс Криты 240 Ну, я думаю Несложно посчитать Это 1000 1200 Минимум А там еще как Пропрет Короче говоря, Сайлент Жесточайший здесь ДДшник Ну, то он и Свен Ну, все знают Сильные стороны Свена Просто собирайте Всех вместе И подводите ко мне Можно вместе Можно по одному Без разницы Вообще Бейби Гео Сайлент Чейнмейл Приобретает себе Свен Есть уже Плейтмейл Готовится выйти В Керасу В скором времени Придется избавляться От, например Хотя бы того же Квилинг Блейда Так что Кераса Я думаю, что Тараска Скорее всего Появится на Свене Что еще необходимо Свену Варкраю Сайлент 41 Дефа 41 Чем бить Непонятно БКБ есть Личного Дефа 41 Наорали у нас На Супера Супер Под статик Штормом ФА его Вспапывает Ясно, что за такую дерзость Будут наказывать ФА Супер Решил вернуться назад Зачем? Или глимсанули у нас Супера По-моему, глимсанул У Алуха Дэнс Если я не ошибаюсь Да, так и было И на Лоу ХП Еле-еле Супер У нас уходит Выкупается ФА Главная ударная сила Потеряли только Шадоу Демона Эмпайр Но отходят Фатиться не получается Маны на Гад Стрэндж Свойну не хватает БКБ закончился Ловит его Айс 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 Вот зачем Квилин Глейд Вот он зачем И пошла ульта От Йоку И Вейл оф Дискорд Произвать Йоку Забыл, наверное Да, забыл Вовремя провязать Йоку Вейл оф Дискорд За это, наверное И поплатится сейчас Маны не хватает Ни на что Кинетик Филд Но это уже поздно Минус 2 делает Команда Вичи Гейминг 27-25 Становится счет Да, у нас Крутые разборки К Лейт Гейму Вырисовываются 32 минуты сыграно Эмпайр 7500 золота 10 тысяч экспириенс Ну если так Фидит дальше То Вичи Гейминг Своё Заберут В принципе Это не проблема Вообще Тем более Здесь есть Фантом Лансер Который С удовольствием Примет любой подарок От Команда Эмпайр Вопросить денег Фантом Лансеру Все что не дай По деньгам Все Безусловный плюс Тут конвертация Великолепная Вообще В дэмэдж В живучесть В Да и вообще Вред Который Фантом Лансер Своим соперником Может принести 4000 голды У Хао на руках 4000 у Хао на руках Покупает Блэк Кинг Бар Одним кликом Резолюшн Ловит Фенрира Фенрир в таверну Это не обсуждается Еще и Зверушек Фенрира Тоже в таверну Отправит Не в таверну А просто в никуда Отправляет у нас Резолюшн Сам Резолюшн Сделал Даггер Аут А Некров Его здесь Разобрали И посмотрите На закуп Резолюшн Это просто Сумасшедшая Какая-то Комбинация Два гема Было только что Теперь Есть Рефрешер Орб На Резолюшне И есть Блинк Даггер А Рефрешер Орб Это Две пачки Третьих Некров Два Прайм Алрора И четыре Кабана Много По-моему Очень даже Ну не четыре Три пускай Очень даже Много Как для одного Резолюшна Вообще Бестмастер Тут Неприятный Абсолютно Кстати Кстати Что стоит Заметить Кроме Команды Эмпайр Бестмастера Это никто И толком И не берет Резолюшн Наверное Единственный Кто в мету Вообще Этого персонажа Возвращает Тысячу лет Уже не было Никакого Бестмастера Не знаю Чуть ли не Со времен Фаник В нави Который играл На Бестмастере Тем более Мидлейн Резолюшн У нас был Всегда Мидлейн Бестмастера Тоже Дэнди Давным-давно Играл Мидлейн Бестмастер Вот Но в последнее время Если появлялся То где-то Оффлейн С какими-то Топорами На Эншентов И все это Так скучно Все это Ни о чем Все это Если результат Свой давало То только потому Что Тима тащила А здесь Резолюшн Сам по себе Сам себе Режиссер То есть Пачка Некров Соло Одиночный Какой-то Фраг Каждый 90 секунд Делает Да не вопрос 95 Вот пожалуйста Фай На ровном месте Минус Фай Прилетел бы сюда Нечас Профит Та же история Была бы с ним Бестмастер Элементарно Делает вещи Плюс у него есть Бутсов Тревел На своих Зверушек Летать А птица Куда угодно Принесет у нас Бестмастера Вот собственно и она Соло пошел Бить Роху И бьет И получается же И Некра здесь Срок убьют И Сайлент пришел Бить Рошана Для него скорее всего Аэгис Хотя нет С войны у нас приносят Даггер Скорее всего Резолюшн заберет Аэгис Резолюшн забрал у нас Аэгис И сыр Для Для Йоку Для кого еще Для Йоку Сыр у нас Есть Даггер у Сэнд Кинга Есть у него ЕУ Есть у него Аганим И Вейл оф Дискорд Больше демэджа Сэнд Кинг Может нанести Только вторым Эпицентром Это при появлении Рефрешера Роба Все Больше в принципе Максимальная Реализация Раскаста Сэнд Кинга Уже имеется Это Аганим Это Вейл оф Дискорд Ну все Все Сколько с ульты С ульты С ульты 12 толчков Под 110 1200 по каждому Плюс Вейл оф Дискорд Это 25% 1200 Плюс 25% 1500 1500 1500 демэджа От Йоку С одного Эпицентра Ужас Ужас Полнейший Причем ужас Не столько Там для Фантом Лансера Например Вот Для Винги Например Ужас 100% Для Чена Вообще Кошмар Невывозимый 1100 ХП У Чена И 1500 По Зоне Раскаст Йоку С ульты Под Вейл оф Дискордом Еще и под коп Там Не стоит забывать 280 И плюс Сэнд Сторм Еще туда Да Это жизнь Для каждого Что Готова Империя Заходить на Хайграунд Команды Вичи Гейминг Сайлент Провязал ульту Сайлент Сразу же в Хекс Пошел файт Сайлент На половине ХП Сайлент Скорее всего Здесь может и потерять Ой Йоку Раскастовался Минус Хаос Скорее всего Хао Быстрее валить Отсюда Резолюшн Юзайт Рефреш Рорп Юзайт Праймал Рорр Выкупается Хао Моментально Финрир На лоу ХП Йоку Подкапывает Его Минус Финрир Уже Минус Тысячу Сделали Игреки Команды Эмпайр Сами Сами Ивент Гейминг Гейминг От Одного Резолюшн Здесь Столько Горя Нахватались Что просто Жесть Ну что У нас Небольшая Пауза Пока что Не переключайтесь Не забывайте Подписываться На наш канал И через 2-3 минутки Анонсирую Что у нас будет дальше Будет ли вообще В принципе Вот Так что Услышимся Через 3-4 минуты Сейчас Планы Дальнейшие На вечер Определятся Пока что Оставайтесь Вместе с нами Напомню Это студия Игрокам ТВ У микрофона Друг До скорой связи Продолжение следует